Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу про одну из достопримечательностей Бангкока. Это рынок Четучак. Даже можно сказать не только Бангкока, но в принципе Таиланда. Почему для него я решила выделить целое видео, я вам сейчас расскажу. Во-первых, что такое сам рынок Четучак? Это один из крупнейших рынков не только в Таиланде, но и во всей Юго-Восточной Азии. Его площадь занимает 14 гектаров земли. Представляете, насколько он огромный? Там находится 15 тысяч павильонов, и рынок ежедневно посещает 200 тысяч человек. Эта информация, возможно, не очень достоверна на данный момент. Возможно, эти цифры именно по количеству посещения людей рынка подсчитаны до коронавируса. Возможно, сейчас немного меньше, но все равно сейчас все восстанавливается, и на рынке очень-очень много людей. Я думаю, что ближе к этой цифре 100%. Как еще называют этот рынок? Рынок Четучак, Четучак Маркет, Джей Джей Маркет, рынок выходного дня. Это все про один и тот же рынок говорят. Как добраться до этого рынка? Очень просто. Во-первых, я думаю, в первую очередь вы возьмете телефон, откроете приложение с картами, выбьете в нужную локацию, видите, сколько вариантов и какой из вариантов лучше вам подходит. Но я расскажу про самые-таки очевидные. Это поймать такси, либо выбрать, вызвать в приложении Grab и доехать до места назначения. Если вы остановились рядом с зеленой веткой метро BTS, это метро, которое едет над дорогой, BTS SkyTrain, то вам нужно доехать до станции Моучит. Там, выйдя из метро, вы сразу же интуитивно поймете, куда вам идти. Все расположено очень близко. И еще один вариант. Если вы расположены рядом со станцией МРТ, синяя ветка метро, то вам нужно доехать до станции Парк Четучак. И там точно так же вы уже интуитивно поймете, куда вам идти, где сам находится этот рынок. Немного сейчас затрону тему по поводу дороги и в какое время туда лучше ехать. В выходные дни там наиболее большой ассортимент, и все торговцы выходят именно, ну поэтому и называется рынок выходного дня, что в выходные там намного больше ассортимента и продавцов. Поэтому я рекомендую вам поехать туда прям с самого утра, к открытию рынка, чтобы не попасть в такую давку в метро, если вы поедете на метро. Потому что если вы поедете немного позже, уже ближе к обеду, то вагоны метро будут очень сильно переполнены, это будет не очень комфортно. И так же выходя из метро, вы тоже попадете в своего рода такую пробку из людей, которая так неплохо затрудняет движение, и вы будете двигаться очень медленно. Если вы наоборот хотите почувствовать вот эту давку, да, в метро, если вам это нравится, то, конечно же, езжайте ближе к обеду, если у вас нет времени ехать утром. Если вы хотите пройти побыстрее, и чтобы на рынке было не так много людей, то я рекомендую лучше поехать туда прям с самого утра. Мы встаем пораньше, и уже часов 8 мы уже едем в метро на этот рынок, и приблизительно часам к 2 мы уже обходим все необходимые лавки, которые нам нужны, и уже отправляемся домой. То есть мы где-то тратим на это полдня. В идеале, конечно же, я бы заложила на посещение этого рынка целый день. Поехать туда с утра, погулять по рынку, купить какие-то сувениры, и потом зайти рядом в классный парк, который находится рядом с этим рынком, встретить там закат, возможно взять что-то из местной кухни, там на лавочках посидеть и поужинать, а потом зайти и сделать еще классный тайский массаж ног после такого долгого шоппинга и такой долгой прогулки. Я бы добавила это место в must-see список, если вы находитесь в Бангкоке. Конечно же, вы сейчас делаете свой вывод, нужно вам вообще туда ехать или нет. Я считаю, что на рынке вы можете как можно глубже, как можно сильнее прочувствовать весь колорит страны, всю его культуру, познакомиться поближе с местными, пообщаться, поторговаться, попробовать местную еду. И точно так же на этом рынке очень много локальных местных производств продают свою продукцию. Это, например, изделия из натуральной кожи, кошельки, портмоне, рюкзаки, все, что сделано из кожи, здесь достаточно по низкой стоимости вы сможете приобрести. Также какая-то одежда из натуральных тканей, муслин, лен, хлопок. Именно она будет сделана именно с таким тайским какой-то, с тайской модой, тайский фэшн. Я думаю, это тоже обязательно нужно привезти из Таиланда что-то такое. Очень много, очень много разных сувениров, которые сделаны реально классно, и опять-таки повторюсь, по низкой стоимости. Какие-то изделия из кокосов, из корлупы кокоса, разнообразные местные специи, которые тоже можно привезти, например, в подарок или перевезти просто с собой, потом дома еще наслаждаться тайской кухней. Конечно же, конечно же, здесь вы сможете попробовать деликатес. Жареные личинки, жареных тараканов. Я покажу видео обязательно. Я немного сняла, когда мы там были в последний раз. Если вы рискованные, то обязательно попробуйте. Я думаю, это интересный экспириенс. Я ни разу не пробовала, пока что меня не тянет на такое. Также, помимо этого, на рынке можно найти все, что угодно. Очень много магазинов с антикварными товарами. Также есть магазины с мебелью. Мебель, которую вы можете заказать, сделать под заказ, если вы живете в Таиланде. Какие-то изделия из натурального камня, из мрамора. Точно так же можно заказывать на заказ, чтобы вам сделали на заказ. Но, опять-таки, если вы живете здесь, в этом есть смысл. Если вы приезжаете как турист, конечно. Возможно, я думаю, можно договориться с местными торговцами и устроить какую-то доставку специальную. Ну, это уже, конечно, все индивидуально. Еще кому я бы обязательно порекомендовала съездить на этот рынок, так это девочка-модница. Всем, кто любит... Не обязательно девочку, прошу прощения. Всем, кто любит моду. Почему? Потому что там очень много павильонов с винтажными вещами. С вещами, условно, секонд-хенд. И они очень классно распределены. Например, есть один павильон, где продаются только комбинезоны. Джинсовые, велюровые, какие угодно, с разными рисунками. Вот у них только одни комбинезоны. И там просто гигантское количество разных вариаций. Другой павильон. Например, там могут продаваться только джинсы. И джинсы там будут достаточно хороших брендов. Какие-нибудь Levi's, например. Я думаю, я честно признаюсь, я там не сильно копалась. Но я думаю, те, кто умеют это делать, те, кто умеет среди всего этого разнообразия найти какие-то бриллиантики, а я уверена на 100%, что там есть какие-то бриллиантики, их нужно просто поискать умеющим людям, то вы обязательно найдете там классные джинсы, классные вещи от каких-нибудь крутых брендов. Также и с обувью. Там просто гора разных конверсов, венсов, адидас. Ну и в принципе, в целом, все вот эти фирменные одежды, очень много, это прям большое изобилие. Несколько рядов есть, которые именно посвящены секонд-хенду, винтажным вещам. Футболки с какими-нибудь сумасшедшими принтами. Это тоже все можно найти там, поэтому если вы любите моду и любите найти какие-то такие интересные вещи, то я думаю, туда нужно обязательно ехать, чтобы что-то такое классное найти и привезти именно из Таиланда такой бриллиантик. Еще отдельно хочу отметить часть рынка, где продают домашних животных. Честно говоря, мы туда ходим по большей части как в зоопарк, потому что там настолько огромное изобилие разных домашних животных, которые себя так позиционируют. Там можно купить и стандартных домашних животных, типа собаки или кошечки. Или, например, если вы хотите завести себе маленькую змею или какого-нибудь паука, это тоже можно там найти. Помимо всего изобилия животных, также там вы и найдете все необходимое для животных. Например, для собак или кошек это могут быть какие-то лежанки, поводки, шлейки, вкусняшки, игрушки и все в том роде. И также очень большая часть посвящена аквариумам. Очень много разных рыб, разновидностей рыб. Я тоже это все покажу сегодня в видео. Немного, совсем немного я поснимала. Нужно понимать, что изобилие там действительно очень большое. И также все для того, чтобы заниматься аквариумом. Точно так же там все приспособления вы эти можете купить. Ну и, конечно, я думаю, одна из самых главных и частых причин, почему туда ездит, чтобы купить какие-то тайские сувениры, привезти в подарок друзьям или привезти что-то для себя из Таиланда. Я думаю, это самое лучшее место, чтобы там это купить. Во-первых, потому что огромное изобилие. Во-вторых, потому что там цены намного ниже, чем, например, если вы будете покупать какой-то сувенир в торговом центре. Также вы можете попробовать там местную кухню, какие-то интересные блюда, познакомиться с местными художниками. Еще одна часть рынка посвящена только арту, искусству. И местные художники располагают там свои небольшие такие галереи, у кого-то там даже мастерские небольшие. И они продают там свои картины. Я думаю, это тоже показатель страны, почему можно сделать вывод какой-то о стране, посмотрев на искусство современных художников, тех, кто сейчас здесь живет, те, кто коренной, да, локальный такой художник, что они рисуют, и посмотреть, какие это потрясающие работы, потому что работы у них действительно потрясающие. По-моему, я немного сняла. Точно сейчас не помню. Возможно, какую-то часть тоже я обязательно покажу. Как я уже говорила в начале, после такой долгой прогулки я бы предложила вам закончить ее рядом в парке. Там очень красивый парк с небольшим таким озером. Там есть лавочки, где вы можете присесть, отдохнуть. Там очень много бегает белочек, которых можно покормить. К сожалению, я не сняла, но одна девочка, Тайка, стояла и прям с руки кормила там несколько белочек. Также после этого вы можете отправиться где-нибудь рядом, найти массажный салон, чтобы вам сделали массаж ног. Я думаю, это будет классное завершение дня. И за этот день вы действительно очень много получите эмоций, потому что посмотрите на Таиланд таким, какой он есть, и действительно по рынку можно сделать какое-то правильное мнение острое, как мне кажется. Ну и, конечно, еще что хочу сказать, что все равно нужно ехать самому, смотреть это место и понимать, стоит оно того, чтобы тратить там весь день или нет. Почему? Потому что есть мое мнение, и я понимаю, что оно не самое правильное, и, возможно, кто-то бы, наоборот, приехав в Новый Город, не хотел бы провести целый день на рынке, смотреть на это все, толкаться там с людьми. А кому-то, наоборот, это может понравиться, кто-то может торговаться с людьми, общаться с местными, это тоже очень интересно. И также вы получите кучу эмоций и привезете еще из Таиланда с собой какие-нибудь классные штуки, которые вы там найдете. Поэтому, конечно же, решать вам. Я показала и рассказала вам про этот рынок, то, что знаю сама, то, что видела сама. Поэтому решайте сами, отправляться туда или нет. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, и если вы увидели, что здесь необычное, или услышали что-то интересное, то, пожалуйста, поставьте палец вверх. Напишите какой-нибудь комментарий, вы ли вы на этом рынке, или добавите ли этот рынок в список мест, когда окажетесь в Бангкоке. Мне будет очень интересно. И если вы тут были, то тоже напишите, порекомендовали бы туристам отправиться в это место, или это все-таки не то место, куда нужно ехать туристам. Будет очень интересно почитать ваше мнение. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. В дальнейшем я тоже собираюсь рассказывать про какие-нибудь достопримечательности и что-то интересное из жизни в этом городе. Спасибо большое. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова